Сегодня на своих мониторах вы увидите подготовку к настольной игре «Пираты против динозавров». Игру придумал Ричард Лауниус. Это тот самый парень, который подарил нам ужас Аркама. В этой игре пираты высадятся на остров, где полным-полно динозавров. Вот таких зубастых динозавров. Приглядитесь к коробке, это уже второе издание игры. Открываем коробку и готовимся к партии на троих. Первое, что нужно сделать в этом пиратском приключении, это разложить игровое поле в центре стола. В поисках клада мы будем исследовать пять областей острова. Пляж, равнина, болото, джунгли и горы. На острове есть даже вулкан. Рядом с игровым полем нужно поместить пять кубиков, фигурку тираннозавра-гиганта, а также пока что рядом с игровым полем поместите фигурки матросов. Вот эта зона на карте называется «Потерянные и забытые». А теперь нужно положить по две фигурки моряка за каждого игрока в зону «Потерянных и забытых». Если вас играет трое, значит в зоне «Потерянных и забытых» должно лежать шесть фигурок моряков. На рубашке карт событий мы видим на горизонте остров с действующим вулканом. И эти карты событий нам нужно перемешать и разместить рубашкой вверх карты события рядом с игровым полем. Вот это жетон сокровища. И мы берем мешок и складываем в него все жетоны сокровищ, включая жетоны сокровищ, призраков, нападения динозавра и вулкана. И как только все жетоны сокровищ окажутся в этом мешке, мы берем тщательно их там, перемешиваем и кладем мешочек рядом с местом нахождения клада. Вот это место. И сюда мы кладем мешок. Поместите жетоны пополнения команды рядом с гаванью, а жетоны проклятия в соответствующую зону игрового поля. Вот сюда, в место нахождения клада. А сейчас найдите все карты реликвии. Они вот с такой рубашкой. И можете даже их посмотреть. Маска Леру. Счастливые кости Проныры Кевина. Сикстант Святой Катерины. Кинжал Капо Ферро. Военное Знамя Королевы Анны. Компас Прохвоста. Ключ Джили. И фолиант Элисон. Вы не все эти реликвии увидите в этой партии. Потому что если вы играете втроем, тогда вы кладете три реликвии в открытую. И одну реликвию в закрытую. А вот эти оставшиеся карты вы, не глядя на их лицевую сторону, естественно, убираете в коробку. В этой пиратской настольной игре есть шесть карт старших помощников. Джума, отец Густаво, проводник Чарли, черный Джек Брэнхэм, Де Гротт и Билл. И вам нужно перемешать эти карты старших помощников и случайным образом достать столько помощников, сколько играет вас за столом. Если вас трое, значит раз, два, три карты старших помощников должны лежать рядом с игровым полем. А вот эти оставшиеся помощники убираются из игры. Ну а теперь пришло время выбрать карточку пирата. Вы можете случайным образом раздать эти карты. А можете прям выбрать и сказать, я буду играть за сэра Стефана Райтли. Гроза семи морей. И берете себе вот эту карточку и кладете перед собой. Теперь вы должны выбрать свой пиратский цвет. И если вы остановили свой выбор, скажем, на зеленом свете, вы берете указатель области и указатель времени своего цвета. А также мы забираем все карточки оружия и снаряжения своего цвета. И если мы выбрали зеленый цвет, то вот эти карточки оружия и вот эти вот карты снаряжения мы забираем с собой в эту игру. Всего в игре 12 ориентиров и 12 частей карты. И если у вас за столом собралось 6 игроков, то все эти ориентиры и карты будут использованы. Но если у вас за столом трое, вы убираете любые три пары совпадающих ориентиров и фрагментов карты. Допустим, это Гейзер, Могила пирата и Тихая заводь. Убираете их из игры. А вот эти оставшиеся 9 ориентиров вы берете и тщательно их перемешиваете. И после этого начинаете размещать эти ориентиры на карте острова. Причем вы не размещаете эти ориентиры там, где написано 3 игрока. То есть, допустим, вот на болотах только один ориентир. Здесь 3 игрока мы пропускаем. Здесь 2 ориентира. И здесь 2 ориентира, потому что здесь написано 3 игрока. Значит, эта ячейка должна остаться пустой. Ориентиры уже на поле. Вот они. Осталось только каждому раздать фрагменты карты. И поэтому вы берете все эти фрагменты, также их тщательно перемешиваете. И каждый игрок получает 1, 2, 3. 3 фрагмента карты. И затем размещает эти фрагменты на своем игровом планшете. Готово. Все готово к игре. В следующей серии мы начнем подготовку к высадке, а там и пиратская экспедиция уже не за вулканом. Скоро мы высадимся на остров, по которому еще ходят динозавры. С вами был Сергей Анатольевич Ребухин. Ставьте лайк этой записи. Если вам она понравилась, напишите в комментариях, как вам. И подпишитесь на канал. Я уж молчу о том, чтобы стать спонсором этого канала. Да, такая возможность уже есть. Подписывайтесь, ставьте лайки и становитесь спонсором.